Приветствую вас, и конечно я понимаю, что вы привязались к человеку, к Ире, за то время, пока жили с ней. Сейчас, когда Света предлагает вам переехать обратно, вы ходите на первую родную квартиру, потому что там все знакомо, там все более привычно, более понятно, более уютно, но и Иру вы терять не хотите, потому что к ней тоже привязались. Так проблема заключается в том, тревожка заключается в том, что вы боитесь потерять Иру, но и не хотите попасть на вторую квартиру. Ну так возьмите у Иры контактные данные, телефон, и общайтесь с ней, договоритесь на встрече, чтобы периодически пересекались, созванивались, встречались, разговаривали, проводили время вместе. И тогда проблем у вас не будет именно с тем, что вы потеряете Иру как человека из своей жизни. Дальше следующее, что вас беспокоит, это то, что вы снимали квартиру с лучшей подругой, но потом поругались, получилась не очень хорошая ситуация, и вы снехали. Вот. Вы боитесь, что подобное может произойти вновь, то есть вы вновь боитесь, что вы за твоей подругой поругаетесь, вы вновь боитесь, что получится не очень хорошая ситуация, и вы вновь опасаетесь того, что вам придется съезжать. То есть у вас нет уверенности в том, что вот ситуация, которая происходит, она такая и останется. То есть нет уверенности в том, что подруга Света вновь с вами не поругается. И для того, чтобы этого не произошло в следующий раз, постарайтесь, постарайтесь поговорить со Светой и выяснить все возможные ваши недопонимания, все возможные ваши подводные камни. Постарайтесь максимально, максимально, полно прояснить ситуацию, относительно ее, относительно того момента, на боже которого вы поссорились. И постарайтесь как можно более прозрачно объяснить, обозначить свою позицию, чтобы дальше в будущем такого с вами не произошло, чтобы ссоры не повторяли, потому что ссоры происходят, когда люди друг друга не понимают. Соответственно, вы со Светой в чем-то друг друга не понимают. Вот это недопонимание нужно восстановить. Как и обраны только путем совместного диалога и выяснения отношений. Чтобы в будущем не было неточностей, чтобы в будущем вы знали, что вам можно, допустим, делать, что вам, допустим, делать нельзя, чего вы, допустим, хотите, чего вы делать не хотите, что допустимо делать для Света, что нет, чтобы вы понимали свои границы. Чтобы вы знали рамки и их не переходили. Для этого нужно спросить у Света, вот Свет, вот скажи мне, пожалуйста, вот что бы ты хотела, чтобы я не делала? Вот как бы мне сделать так, чтобы тебя не обидеть? Вот что мне нельзя делать? И чтобы она прямо вам перечислила по пунктам, чего вы не должны делать. И тогда у вас будет как раз таки уверенность в том, что такого больше никогда не повторится, ведь вы все выяснили, вы все прояснили. И, соответственно, раз вы все прояснили, то и ссори взяться неоткуда. Ведь все понятно, все предельно ясно, все прозрачно. И, соответственно, вы не поссоритесь и тревожник у вас уйдет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучшим, пожалуйста. Буду вам благодарен. А пока желаю вам всего доброго и удачи.